Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 355-е упражнение. Прочитаем задание. Спешите отрывок из сатирической сказки Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» от слов «Услышал милостивый Бог» до слов «Заведу, думаю, театр у себя». Отметьте условными знаками однородный член. Что в этом тексте соединяет союзы и, да, а, куда, как, чем? Союзы заключите в овал. Итак, давайте с вами выполним задание. «Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика». Союз и... Он соединяет части сложного предложения, то есть простые предложения в составе сложного. «Куда девался мужик? Никто того не заметил». Союз куда? «А только видели люди» «Союз А. Как вдруг поднялся мягкийный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе восконные мужицкие портки». Итак, «Союз куда?» соединяет у нас предаточную часть сложного предложения. «Союз А» у нас соединяет части предложения сложного, и «Союз И» также соединяет части сложного предложения. «Вышел помещик на балкон, подтянул носом и чует». Здесь в этом предложении есть однородные члены. «Вышел», сказуемые, «потянул», «чует», «чистый при чистый во всех его владениях воздух сделался». В данном случае «И» соединяет однородные члены предложения в простом. «Натурально остался доволен», «думает», «теперь-то я понежу свое белое тело». «Тело белое, рыхлое, рассыпчатое». Однородные члены предложения «белое», «рыхлое», «рассыпчатое». «И начал он жить да поживать» и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. «Заведу», думает, «театр у себя». Итак, «союзы», «И» соединяет с предыдущим предложением. Также «И» соединяет однородные члены предложения. «Жить да поживать» и «стал думать». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.